22.00 подводим информационные итоги дня на телеканале Санкт-Петербург в студии. Виктория Дюмина и Дмитрий Волотин. Добрый вечер. Итак, начинаем. Виктория Дюмина и Дмитрий Волотин. Виктория Дюмина и Дмитрий Волотин. О плюсах инициативы правительства города сегодня говорили участники программы «Петербург. Город решений». Согласно тексту документа, курортный сбор для тех, кто останавливается в гостиницах и апартаментах, составит 100 рублей за каждый день размещения, кроме первого. Эти деньги разрешено будет тратить только на обновление туристической инфраструктуры. По подсчетам Комитета по развитию туризма, за три квартала следующего года курортный сбор пополнит казну города на 300 миллионов рублей. Его задача – это совершенствование туристской инфраструктуры, создание новой инфраструктуры, благоустройства, то есть конкретные цели развития гостеприимства в инфраструктурных каких-то решениях. И туристам, и нам всем хочется, чтобы инфраструктура улучшалась. Добавлю, что согласно проекту документа, курортный сбор не будет взиматься с 19 категорий льготников. Среди них ветераны войны, блокадники, те, кто приезжает в Петербург на лечение, дети и студенты-очники возрастом до 24 лет. Также город намерен расширить этот список льготников еще одной категорией – участниками спецоперации. Комитет по образованию Петербурга и Госкорпорация Ростех подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров. Ростех в партнерстве со средними профессиональными учебными заведениями города будет готовить наладчиков, электромонтеров, сварщиков, операторов станков СЧПУ и других специальностей в области авиастроения. Госкорпорация также окажет помощь в повышении квалификации преподавателей. Детали сотрудничества в Смольном обсудили губернатор Петербурга Александр Беглов и индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков. Хотел бы поблагодарить Госкорпорацию Ростех за сотрудничество. Вместе мы подготовили новое поколение профессионалов. И те проекты, которые мы с вами обсудили, я уверен, что они будут самыми лучшими в стране. Мы ведем совершенно новые подходы, такие как мультипрофессионализм, опять же, дуальное образование. До 70% ребята будут проходить практику на наших предприятиях, где мы с ними познакомимся как следует, ну и они познакомятся с нашими предприятиями. И мне кажется, что вот этот эффект взаимного погружения будет очень полезен для нас. Студенты будут находиться в классах только 30% учебного времени. Остальное проведут в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками. Учащиеся будут работать на оборудовании, которое используется в серийном производстве, что позволит им по окончании обучения быть полностью готовыми к работе. Также студентам гарантируется трудоустройство на предприятиях, задействованных в реализации ключевых авиационных программ. Новая высотная доминанта может появиться в центре Петербурга. На градостроительном совете сегодня обсуждали возможное строительство колокольни Смольного собора. Макет, выполненный архитектором Растреля еще в 18 веке, сейчас хранится в Академии художеств. Встреча экспертов Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга прошла в стенах самого собора. Дмитрий Копытов выслушал мнение. Смольный собор – признанный образец архитектурного стиля барокко. Когда-то возвести рядом высокую колокольню планировал сам Растрелли, но по разным причинам не случилось. Авторы современной идеи предлагают продолжить мысль великого зодчего. Например, здесь, на площади, носящей его имя, утопающей в цветах. Виртуальная презентация колокольни позволяет представить реальный масштаб возможной стройки. Не только для центрального района, но и для всего Санкт-Петербурга. Планируемое сооружение будет почти вдвое выше самого Смольного собора. Именно так замышлял Растрелли. Макет строения его авторства хранится в Академии художеств. Колокольня Смольного собора – это одна из таких ярких амбиций нашего государства на высокие отметки. И по сей день она не призагина никем. И те отметки, которые предлагались в католических соборах, и то, что сегодня делает Гауди, это все ниже. Наш собор 165 метров. У нас отметки даются под яблоко, но если мы возьмем крест, то у нас получается 174,5 метра. Такую высоту определили, пересчитав масштаб макета. В середине 18 века даже началось строительство колокольни. Но его пришлось заморозить. Спустя почти три века восстановить историческую справедливость предлагают инициативные петербуржцы. Если не в периметре Смольного собора, то на прилегающей площади. Впервые идею сегодня вынесли на суд Совета по сохранению культурного наследия. Как это может выглядеть, всем горожанам показали еще зимой позапрошлого года. Живой макет колокольни в натуральную величину составили из светящихся дронов. И сфотографировали с разных точек. Эксперты сегодня согласились. Новых архитектурных доминант в Петербургу не хватает. Они могут гармонично дополнять имеющиеся. Но вот место нужно выбирать предельно осторожно, чтобы не навредить объектам культурного наследия. Так, президент Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев предложил отнести колокольню на противоположный берег Невы. Они будут все равно взаимно тяготеть. И архитектура, которая не будет уже спорить друг с другом, потому что она разная, тем не менее может вдруг оказаться в неком гармоническом соотношении. Самой необходимостью создания колокольни согласен настоятель Смольного собора, протеерей Петр Мухин. Выслушав все мнения, председательствующий на совете вице-губернатор Николай Линченко предложил продолжить проработку альтернативных историческому мест для размещения колокольни. В протоколе совета указаны площадь расстрелия и территория рядом, где планировалось начало Орловского тоннеля. Мы не про воссоздание, мы про новое строительство по мотивам. Однозначно, это как бы, да, ни у кого даже сомнений никаких нет. И сдвигаем, по сути рассматриваем даже сегодня из предложенных вариантов, новое месторасположение, просто дальнейшую проработку с той глубиной, с которой Михаил Саныч нам представил в итоге своей исследовательской работы. У меня не сложилось впечатление, что мы должны сегодня выбрать какое-то место. Начать сейчас голосовать, кто за то, чтобы разместить на историческом месте. Я бы так не предлагал бы решить вопрос. Мы можем прямо в протоколе совета и написать эту рекомендацию инициатору, продолжить поиск альтернативных мест, включая, допустим, вот место на излучение реки Невы. Вот, наконец-то, на совет по наследию представлены те материалы, которые можно обсудить. И я присоединюсь ко всем выступавшим со словами благодарности Михаилу Александровичу Мамошину за выдающуюся работу. Авторы идей с решением согласились. Тем более, в случае успешного голосования на Совете по сохранению культурного наследия потребуются консультации с ЮНЕСКО и с горожанами. Для нас очень важно, чтобы этот проект был консенсусным и легитимным. Для нас очень важно, чтобы этот проект не ломало в колено мнение жителей города, экспертного сообщества. В том числе поэтому мы так долго и очень глубоко этим занимаемся. И да, мы действительно, это не наше решение. Такие решения должна принимать администрация Санкт-Петербурга. Но как инициаторы мы с инициативой проведения референдума готовы выходить. Баланс между развитием современного мегаполиса и сохранением объектов культурного наследия сейчас ищут во многих городах планеты. Петербург в этом списке, конечно, особенный. Городские власти продолжат проработку вопроса возможного появления в городе Неве колокольни Смольного собора. Дмитрий Копытов, Андрей Спиридонов и Александр Борисов. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Развивается современное производство с помощью лазерных технологий. На одном из городских предприятий продемонстрировали, как используют возможности узконаправленных лучей. С помощью такого оборудования можно выпускать как сувенирную продукцию, так и сложные аппараты медицинского назначения. Александр Буренин подробнее. Все начиналось с сувенирной продукции. Тогда лазер был в диковинку. И подарок с тончайшей по тем временам гравировкой производил впечатление. Сейчас, конечно, это высокотехнологичное производство для разных сфер промышленности. Это и медицинские изделия, медицинские технические средства, позволяющие проводить высокотехнологичные операции. Это то, в чем, скажем так, наука шагает параллельно. Наука медицинская шагает своим путем, но ей требуется все более... Микровмешательство, скажем так, в жизнь человека. Это и аппарат, например, искусственного уха, который здесь продемонстрирован. Коллеги показывали это и возможности микроопераций на сердце. Отдельное внимание к производству микросхем. Они совершенствуются благодаря новым возможностям лазерных лучей. Все становится точнее и миниатюрнее. Помните, как в знаменитом фильме «Научный универсальный институт необыкновенных услуг»? Вот здесь примерно так же, только с приставкой «Лазерный». Ну а этот цех вообще один из самых интересных. Здесь не работают над заказами, а занимаются исследованием, творчеством. Проверяют, на что еще способен лазер. И порой открытия берутся из воздуха. И это не фигура речи. В прямом смысле лазер способен микроскопически пробивать воздух. И так создаются 3D-шоу с использованием голограмм. Это могут быть проекты для презентации крупных компаний и даже создания спектаклей. Голограмма теперь интересна не тем, что она есть, а тем, что она может делать. Сейчас мы видим плоское 3D. Мы поставим Z-линзу, и тогда у нас появится возможность еще по оси Z регулировать. Мы сможем делать полностью объемное. То есть как в «Звездных войнах» там будет лицо говорящие, либо что-то еще, не важно. По точностям мы сможем вырабатывать очень аккуратно, очень тонкие клише, чтобы добиться очень ровной структуры. То есть сейчас у нас получается на обычных лазерах шерковатость поверхности 3 микрона. Мы хотим уйти в сап-микрон. Разницу в несколько микрон человек, конечно, никогда не почувствует. Но для хитрых микросхем это важно. У них повышается производительность. Лазер ограничен длиной волны. Длина волны позволяет нам сфокусироваться в маленькую точку и, собственно, получить тот инструмент, который мы используем. Но при этом это же и главная проблема, потому что если материал не взаимодействует с данным излучением, то сделать с ним ничего нельзя. Например, вот в лазерах, которые мы применяем за нашей спиной, они используются стеклянная оптика. Обрабатывать стекло на этих лазерах невозможно. Также лазер еще, например, не умеет сваривать между собой разнородные металлы. Притом не умеет исключительно на промышленном уровне. Любители сварки так уже давно делают. Ну и главное преимущество у лазера не может дрогнуть рука. Ошибок почти не бывает. Хотя человек, конечно, еще необходим. Луч не умеет мыслить и задавать нужные параметры. Пока что. Александр Буренин, Александр Аксенов, Дмитрий Баландин, Олег Христов, телеканал Санкт-Петербург. Лучшие молодежные проекты сегодня выбрали в Санкт-Петербурге. В ближайшее время в северной столице будет реализовано 30 новых и социально важных проектов. Авторов самых оригинальных идей, молодых и креативных, выбрали из 400 претендентов и наградили премиями от правительства города. Церемония прошла в новом молодежном пространстве просто на канале Грибоедова. Эта сеть коворкингов создана для поддержки и развития молодежных талантов. Посещать просто могут все горожане до 35 лет. Это уже шестое пространство, которое открывается в нашем городе еще три года назад. С Богданом Георгиевичем и с Викторией мы даже мечтать не могли, что у нас будут открываться такие пространства. Это как раз место для того, чтобы ребята могли общаться, для того, чтобы они могли себя реализовать в том или ином направлении. У нас есть побольше, поменьше, есть районного масштаба, есть городского. Мы стараемся работать от тех запросов, которые поступают нам от молодежи. То есть мы не сами придумываем, что нужно для вас, а вы нам говорите, что нужно для вас, а мы, в общем-то, стараемся это реализовать. И на выходе получается действительно, мне кажется, хорошие, качественные вещи. На следующей неделе в пространстве просто готовится встретить своего 100-тысячного посетителя в этом году. Ну а сегодня среди награжденных оказались проекты в области патриотического воспитания, сохранения исторического наследия и развития медиасферы. На портале в мобильном приложении «Единая карта петербуржца» продолжает работу интерактивный сервис «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни. Сейчас горожан спрашивают, как оценивают петербуржцы уровень городской инфраструктуры для комфортного занятия спортом и физкультурой. Участие в проекте «Городской диалог» могут принять только авторизованные на портале ЕКП пользователи. Им будут доступны дополнительные возможности «Единой карты» петербуржца. О других заметных событиях дня в коротком обзоре. Участок акватории «Малые Невы» освобожден от незаконно размещенного плавучего объекта. После необходимых подготовительных работ корабль-ресторан площадью 300 квадратных метров был демонтирован и отбуксирован под контролем судебных приставов и сотрудников транспортной прокуратуры в Лисий Нос. Город готов бесплатно обучить рабочим профессиям почти 26 тысяч абитуриентов. Больше всего бюджетных мест в этом году выделено по направлениям машиностроения, судостроения и радиоэлектроника. Это объясняется увеличением гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Также в этом году проект «Профессионалитет» помимо кластеров «Легкая промышленность» и машиностроения пополнился третьим – судостроения. К бюсту первого генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга Антона Девиера возложили цветы. В торжественной церемонии, посвященной 305-й годовщине образования российской полиции, принял участие начальник петербургского главка Роман Плугин. Сотрудники полиции – воспитанники Суворовского училища и курсанты университета МВД. Мрак и сумрак отметили день рождения. Волчатам из Ленинградского зоопарка исполнился год. Хвостатых братьев привезли в зверинец из Псковской области совсем крошками. Сейчас хищники уже подросли и стали бравыми красавцами. Сотрудники засады отмечают, что мрак и сумрак с каждым днем становятся умнее и сильнее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня прогулялся Олег Чеченков. День рождения поэта в музей-квартиру, а также в музей-лице и музей-дачу вход бесплатный. А на мойке 12 – концерт, приношение Пушкину. Мы открываем сегодня несколько выставок. Открыта выставка в музее-квартире Пушкина. Открывается выставка в зеленом зале в литературной экспозиции. Сегодня у нас еще одна необычная акция. Все, кто сегодня идет на экскурсию по литературной экспозиции, может почитать стихи. Не только профессиональные чтецы, но и студенты театральных студий и вуза. Будущие драматические актеры китайских театров открывали свои смыслы в стихах Александра Сергеевича. На свете счастья нет, но есть погой и воля. Следующий год указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявляется год Александра Сергеевича Пушкина. И я считаю, что сегодня мы практически начинаем это замечательное событие. Сегодня стихи Александра Сергеевича звучат по всему городу. На улицах и в залах, в студиях и театрах. Единственный и неповторимый у каждого свой Пушкин. Лука море, дуб зеленый, на золотая цель, на дубе том. Востань, пророк, и вишти в нем ли, исполнись волей моей, и обходя моря и земли, глаголом «жги сердца людей». Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Для меня конкретно Евгений Онегин – это мой образ. Я вас любила, и больше еще быть может. Души мои угасли не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Пушкина не бывает много. В Михайловском саду для почтенной публики сыграли моноспектакль. Спектакль «Евгений Онегин. Рисунки на полях». Подарок русского музея петербуржцам. Моегин на свободе. Острижен по последней моде, как Дэнди лондонский одет, он, наконец, увидел свет. Спектакли в помещении – это одно, в камерном. У нас очень камерное пространство в театре, но здесь, когда ты дышишь природой, дышишь Петербургом, это очень логично, что день рождения Пушкина, мы здесь, мы читаем Евгения Онегина. Не менее логично, что на станции метро Пушкинская не обошлось без поэзии «Виновника торжества». Выступали артисты Александринского театра, юные актеры театральной школы студии «Подмостки». В принципе, любой желающий мог поделиться своим Пушкиным. Там лес и дом, сведений полный, там о заре прихлынут волны. Цифру 224 трудно соотнести с возрастом. Но несложно представить, что 200 лет назад ему было всего-навсего 24 года, и он начал писать роман, о котором сегодня мало кто не знает. Он писал «Но так и быть, рукой пристрастной прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав». Александр Пушкин, Олег Теченков, Артур Хабибов, Андрей Носов, Татьяна Константинова. Новости, телеканал «Санкт-Петербург». У часовни на Смоленском кладбище сегодня было многолюдно. Горожане несли цветы и записки с желаниями к новому памятнику одной из самых почитаемых и любимых петербуржцами святой. Скульптура появилась в день 35-летия со дня канонизации блаженной Ксении Петербургской. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Александр Беглов, также председатель законодательного собрания Александр Бельский. Как удалось воплотить образ городской заступницы в работе скульпторов? Увидел Александр Атлагишиев. Тысячи верующих рано утром пришли на Смоленское кладбище, чтобы вознести молитвы святой. Они несут цветы, зажигают свечи и с просьбами о помощи подходят уже не к месту упкояния Ксении Блаженной, а к ее бронзовому изваянию. Монумент установили возле часовни на пожертвование. Авторам скульптуры, выпускникам Петербургского художественного училища имени Рериха, Вадиму Сазонову и Николаю Иванову удалось воплотить иконописный образ святой. Она изображена в мундире своего супруга, придворного певчего Андрея Петрова, в который облачилась после его смерти, отказавшись от мирской жизни и раздав все свое имущество. Мы, конечно же, хотели как-то передать через эту скульптуру такой реалистичный образ Блаженной Ксении, опираясь на ее уже известные иконы, образы и, конечно же, на ее жития. В храме Смоленской иконы Божией Матери прошло праздничное богослужение. Возглавил литургии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. После службы со словами поздравления к верующим обратился губернатор Александр Беглов. Глава города подчеркнула особую значимость Ксении Петербургской для северной столицы, для всех верующих. Вы все здесь свидетели того, что Ксениушка всегда нам помогает, охраняет град сей, охраняет нас от несчастья, ненасти, болезней и всегда нас утешает. Ксения Блаженная была канонизирована 35 лет назад. Ее почитание началось задолго до причисления к лику святых. Богослужения в честь Петербургской покровительницы сегодня проходят во всех российских храмах. Александр Отлагишиев, Андрей Жохов, Александр Борисов. Новости, телеканал Санкт-Петербург. От музея дворянского быта до дома культуры работников просвещения Юсуповский дворец готовится отметить юбилей. Пустители порадуют новые масштабные экспозиции. Особое внимание уделили истории здания в советский период. Действительно, за последние сто лет Юсуповский дворец прошел вместе с городом непростой путь. Как менялись его интерьеры и что располагалось в парадных залах, в послевоенное время знает Евгений Борисов. Мрачные тайны заговорщиков и секреты убийства Григория Распутина. Мистические Петербург и привидения покойного князя. Возможность прикоснуться к проклятию рода Юсуповых. Именно это привлекает туристов на набережную Мойки-94. Миф о мести с дурной славой хранители стараются развенчать. Более того, дворец интересен не только трагическими событиями, которые здесь произошли в декабре 1916 года. В представлении горожан и гостей города Юсупский дворец – это место роскошной дворянской жизни Юсуповых. Это место, где хранились коллекции, где были бриллианты, где были роскошные балы. Но если мы вспомним, что дворец вот уже больше ста лет живет без Юсуповых в советское время, и это время не менее насыщенное, не менее яркое, не менее наполненное сюжетами, которые вполне достойны рассмотрения гораздо более близкой дистанции. Дворцу и правда есть что рассказать, помимо истории княжеской семьи. Особо примечательно советское время. После войны здесь был размещен Центр творческого досуга интеллигенции, который позднее стал домом учителя. В парадных залах размещались кружки по интересам. В рабочем кабинете Феликса Юсупова, к примеру, сделали библиотеку. В спальне княгини репетировал хор. А в парадных интерьерах мавританской гостиной организовали чертежную мастерскую. Те, кто пришли, чертежники, они очень бережно отнеслись к этому всему, что вы сейчас видите. Золото, мрамор, чудесный мраморный фонтан, ониксовый камин. Все это прекрасно сосуществовало вместе с кульманами. Это чертежные большие доски, кто не помнит. Эти кульманы стояли прямо внутри фонтана. Очень аккуратно у нас сохранили. Откуда мы это знаем? У нас сохранились фотографии. Одно из сакральных мест, которое за всю историю не меняло своего назначения, это домашний театр. В уютном зале и во времена князей организовывались театральные постановки, так и в советское время на этой сцене выступали выдающиеся артисты. Солист Мариинского театра Василий Герелло помнит эти времена. Раньше были замечательные, прекрасные такие вечера. Те люди, которые поют оперу, танцуют балет, мы имели такое счастье рядышком. Мариинский театр и консерватория, будучи студентами. Я уже был солистом Мариинского театра. Мне было очень приятно приходить в театр, где творилась, вершилась история. В этом театре я пел и камерную музыку, и оперную музыку. Так что это было не один раз, это была не разовая какая-то акция. Такой историей в разные эпохи своего существования гордиться может не каждый музей Петербурга. И в преддверии юбилея Юсуповского дворца хранители хотели бы рассказать об этом большему количеству гостей. Это замечательный повод для того, чтобы глубже и с другим интересом посмотреть на нашу советскую историю, которую принято было не то, чтобы зачеркивать, но как-то так пропускать мимо ушей. И говорить, что вот дворянская культура, дворянская история, история Юсуповых, это да, это интересно, это здорово, за этим стоит идти. Но сейчас, наверное, наступило время внимательнее посмотреть и на 20-й век. Масштабная выставка уже готова, и в ближайшее время ее смогут посетить все петербуржцы и гости северной столицы. Евгений Борисов, Алексей Кривощоков, Юрий Юхнин, Дмитрий Нестерчук. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Новости, телеканал Санкт-Петербург.